Здравствуйте, дорогие участники и партнеры! Начинаем наш очередной вебинар по вторникам. Ну и, собственно, лично у меня особых новостей нет. Так что, в принципе, ну, кроме того, что вот запустили в Телеграме ботов поддержки. Один бот у нас уже есть, почему-то неактивно этот участники пользуются. Немножко не понимают, как надо пользоваться. А бот этот принимает запросы от всех и потом раскидывает по, соответственно, по подследственности. То есть, либо старшему партнеру, либо кому-то еще сотруднику там продолжаем дальше. Сейчас я просто хотела найти имя этого бота, чтобы могли находить его в Телеграме, кто пользуется. Самый быстрый способ, в принципе, отправить запрос. Вот если у вас нет старшего, или там старший вам не помогает, на странице поддержки ваш вопрос потерялся. Всякое бывает. Вот есть еще один вариант, это бот в Телеграме, в поиске. Выбиваете его имя. И, пожалуйста, там единственное, что надо довести до конца, вы ему пишете там старт. Это как обычно с ботом в Телеграме. Он вам приветствие пишет. И вы внизу под строкой ввода выбираете нужную кнопочку. Отправить запрос или там получить информацию. Вы проиграете с ним. Там много очень хорошего есть. Но этот бот у нас такой пилотный. Потом будет очень хороший бот. Более-менее такой. Это пока так, для начала. Отправить запрос. Он там выводит вам, что надо написать. Вы это пишете и подтверждаете внизу тоже кнопочки. Если не подтвердили кнопочки, запрос не будет отправлен. Соответственно, реакции от бота никакой вы не получите. Если подтвердить, он тоже напишет готово. Ну, если вы вдруг придумали этот запрос отправлять, там можно нажать «Отмена» и запрос будет отменен. То есть ничего никуда не отправится. Ну и все. За вводом, который вы в бот делаете, следят наши сотрудники. Поэтому запросы ваши без внимания не останутся. Больше того, этим запросам присвоен высокий прилик. Поэтому быстро будет обрабатываться. Так, ну вот, собственно, у меня все. Пользуйтесь этим ботом, потому что вам так будет легче и быстрее отправить запрос. Там же можно получить информацию, будет потом в автоматическом режиме, сейчас пока в ручном, по поводу уже отправленного запроса, если он долго не решается. Но не терроризируйте бота слишком частыми запросами, потому что смысла нет. Запросы решаются сейчас быстро, но если не решаются быстро, значит приходится все равно ждать. Не быстро решаются обычно такие запросы, которые давно уже, то есть давно лежат. И они потому давно и лежат, что там какие-то есть проблемки. Так, ну вот, собственно, и все. Давайте ваши вопросы. Сергей, включите чат, пожалуйста. Борис С. Здравствуйте. Дебит в стилизационном фонде, Питупи не работает, на визу нечего класть. Скажите, как работает, как долго пройдет на тех работах, 1-2-4 года. Вот такие запросы с подходцем. Вы знаете, я не люблю, на них отвечаю нехорошо, поэтому дебит в стилизационном фонде отлично. Ждите, пока сможете вывести. Питупи не работает, ждите, пока включат. На визу нечего класть, ничего не кладите. Как работать? Никак не работать, сидите ждать. У вас такая ситуация, у вас лично сложилась. Другого ничего сказать не могу. Так, Елена, я, к сожалению, ваш этот не смогу посмотреть. Ролик, спасибо за то, что помогаете людям. Так, Александр, другую вещь, Елена, когда будет можно вывести с дебита на визу личную хотя бы, чтобы начать работу на визу? Понятия не имею, почему у вас лично не выводится на визу, потому что у многих выводится. Если у вас не выводится, значит, там какие-то есть проблемки или выведены они через Питупи, через Питупи, там другая история. Просто, например, загоняйте его в стабилизационный фонд и там ждите, когда можно будет вывести. А на визе можете начать работать в любой момент, если найдете деньги. Собственно говоря, как только вы пополняете визу, эти деньги, они же ваши, все равно в любой ситуации. Вы их в любой момент можете снять, что-то бояться. А в то же время, выдав деньги, там даже на три дня, вы тут же получаете уже прибыль на эту же карту. Я не вижу причин, чтобы начинать работать на визе, даже если у вас с дебита вы хотели вывести на визу, и у вас это не получается. Можно по поводу связи с ними. Вполняя визу, вы не отдаете деньги веб-трансферу, понимаете? Вообще никаким образом. То есть вы кладете деньги на свою карту, так же, как на обычную карту, любую. Тут по карточному сайту была ошибка, обращались чуть пораньше с тем, что не могут заказать карту. Вот с карточного сайта сказали, что исправили эту ошибку, можно будет заказать. Так, Руслан, как вы считаете, лучше зарезервировать дебита, или после обновления петухи его нужно будет вводить без проблем, как было в декабре-ямаре, какие перспективы и дебет счета? Резервируйте дебет, вот это все, что могу сказать. Перспективы, дебет счета, самое обыкновенное, и будет продолжать работать. Я так полагаю, много негатива из-за того, что вы не можете вывести эти деньги, поэтому, пожалуйста, если кто-то хочет вводить побыстрее, резервируйте дебет. Вот опять доброжелатель появился «Сдохни» Майсова, пишет ссылочку с дебинкой. Вы думаете, я буду вашу ссылочку с дебинкой с дебинкой в жизни как-то? Ольга Дзюбина, новый мерчинг-обменник является не сертифицированным ВТ. Это немножко другая история, это не новый мерчинг, не новый обменник, это платформа обменников, это немножко другая история. На каких условиях обменники там работают, это будет, видимо, оглашено как-то дополнительное введение. И вообще к обменникам не имеем никакого отношения. Но это в любом случае гарантированно вашего ввода. Павел, что за техработы ведутся в проекте, ну, видите, когда они закончатся, у нас всегда какие-то ведутся. Ну, все, доводим проект до того введения, в котором он был задуман. Я думаю, довольно скоро вы это все увидите. Думаю, я это скоро вы все увидите. Александр Новиков, что будет с тем дебетом после 25 июля, который был зарезервирован в стабилизационный фонд. Как что будет выведить, там же написано. Сергей Поляков, WebTransfer Exchange уже работает, и пока не следует проводить операции. Те операции, которые там проводятся, можно проводить, он работает. Борис Крюков, Яна, почему ВТ скрывает ход Колесниченко в другой проект? Извал ли он вас с собой, как он зовет некоторых участников? Ну, что за бред, никуда он не уходит. Видите, сколько Колесниченко и все. Что касается меня, если бы даже, Борис, это было бы правдой, если бы даже Колесниченко, Кричмарев, я не знаю, кто еще, Дмитрий Ваганов, ушли бы в другой проект, я бы никуда не ушла, все равно. Это в любом случае мой проект, и если он работает, я работаю и не все. Других вариантов у меня нет. Анастасия, почему одним через обменник можно вывести дебет, а другим нет? Ну, тут простая история, обменники вывозят только тот дебет, который вы купили. У них с процентами, с какой-то частью процентов в прибыли. Поэтому вот так вот все. Сергей, огласите приблизительную дату, когда курс Сердец и Кричмарев будет хотя бы 10% и будет ли это вообще. Вот то, что это будет вообще и даже не 10%, а побольше, это я могу огласить, потому что изначально так планировалось. А уж приблизительные даты вы у меня, Сергей, не спрашиваете. То есть, знаете, что мы получили такие вопросы. Так, Сергей Николаевич, что происходит с биржей P2P? Почему закрыли, когда откроют P2P? Вывода теперь совсем нет. Когда P2P работал, какой-то шанс выйдет. Ну, во-первых, вывод теперь и теперь есть, и был он, и продолжается. Вот, другое дело для кого, и явно, что не для всех. Тем не менее он есть. Почему закрыли? Закрыли на технические, на технические опять работы, на модернизацию, кое-что там меняют немножко. Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю. Опять же это P2P, это немножко другой проект. Мне просто этот проект не будут сообщать про кредитные. Так, с 10-го Наталья, с 15 февраля, полный кавамбур, двойные, тройные безвозвратные списания. Можно было просто номер тикета сюда сбросить. Если вы написали запрос в поддержку, значит, надо скидывать номер тикета. Если не написали запрос в поддержку, пишите запрос в поддержку. Сами вы не составите, пишите через старшего партнера. Суть в том, что вы написали, вам составить запрос очень трудно и проблематично. Поэтому обратитесь к старшему партнеру, либо на стену поддержки, вам обязательно помогут составить запрос. Решаются очень быстро такие вещи, и надо просто правильно подойти, правильно обратиться в поддержку. Максим Фомин. Руководство ВТ дало согласие на выводные деньги за саммит в Турции. К руководству, пожалуйста, обращайтесь, Максим. В техподдержку поступило указание от руководства перевести вам деньги на дебет. Все остальное у нас не касается. Если вам руководство сказал, что еще и выведет, ссылку смотреть не буду, пожалуйста, обращайтесь опять же туда, откуда вы обращались, откуда вы взяли эту ссылку. Этот текст и что у вас там. Я все, я больше не отвечаю вам. Получайте на свою голову, я вам помогла. Начинается писание каждодневное по 10 писем в день автоматом настроено все. Все, больше я на этот вопрос не отвечаю. Больше не пишите. Вам перевели деньги на дебет, либо резервируйте их и ждите, пока выведете, либо добивайте, чтобы вам их кто-то где-то перевел на карту. Мы без всяких оснований переводить деньги за счет и на счет никак не можем и что. Такого не бывает. Если зарезервировать дебет, можно ли под него выдавать гарантии? Нет, нельзя под него выдавать гарантии. Зарезервировали дебет, значит зарезервировали под вывод. Какие гарантии? Там любой момент могут вывести, а у вас в этот момент будут под гарантии взяты займы, что ли? Так, Евгений, здравствуйте, Ян. Давайте здесь часть проголосуем за то, кого устраивает стабилизационный фонд, потом видеть, в каком он нам предложен или не устраивает. Не буду проводить такое голосование по одной простой причине. Устраивает вас он, не устраивает вас он. Это вы будете решать позже. Вносить в него изменения и все остальное, это вы будете вместе с наблюдателем, со исполнительным комитетом гораздо позже, после того, как он заработает. Он еще не работает, будете голосовать позже. Тем более, что я к нему не имею никакого отношения, поэтому такое голосование устраивать не буду. Иван, почему не стоит СССР-сертификат защиты данных, такой, как у финансовых заведений в банках стоит? Почему это не стоит? Стоит. Посмотрите внимательно, откройте глаза. Ирина, когда будут бомбовые новости от ВТ, о которых вы говорили на позапросном вебинаре? Ну, во-первых, будут. А когда? Это уже опять же меня не спрашивают. Мне сказали, что они будут быстро, а ведь мы решили что-то доработать. Опять, как Даня, задавайте мне этот вопрос. Я могу ответить на вопрос, как, на вопрос, что делается, как, и все-таки прочие вопросы по технической поддержке. Павел Рогожников, странный вопрос, когда выведут полностью собственные средства с кардиосчета до 25 июля 2015, пополняются через перфекторы. Так просто их вам никто не выведет, надо использовать акции и выводить самостоятельно. Так, как долго будет обновляться P2P? Когда P2P заработает? Несколько вопросов одинаковых. Не знаю. Когда включит, тогда и заработает. Так, Трюхин Дмитрий, читайте информацию про стабилизационный фонд. Будет ли вообще его вывод? 100% будет. Причем будет он по нормальному курсу. Есть же у вас стабилизационный фонд, это вы будете им управлять, вы будете им умолвить. Все. Ко мне больше такие вопросы не задавайте. Так, Роман Терещенко, с какой целью компания WebTrans выводил деньги людям, которые получали по 300-600 прибыли в месяц? Потому что все тогда так получали, все не выводили. Почему нет? На тот момент это было оправданно. Денис, как могут одновременно брать кредит 20 человек и одновременно отдать, и все они зарегистрированы в 2014 году? Ну что за детские вопросы? Вот ей-богу. Ну есть старший партнер, ну пожалуйста, обращайтесь к ним, задавайте им эти вопросы. У нас же система налажена специально. Не вот сидит человек на бирже и забирает эти самые кредиты. Такие тоже есть. Но большая часть кредитов, заявок, сводится автоматической системой. Ко может это и 100 одновременно, и 200 одновременно. Просто очень быстро работает эта вся программа. Так, Анастасия опять делит дебет счет. Никто его не делит. Хотите, сдавайте все в стабилизационный фонд. Хотите, не сдавайте. Делите его вы сами или не делите. Так получится, так и получится. Виктор Милинг, бот только по веб-трансферу пока, что по картам пока бота не сделали. Посмотрим, может быть, будет тоже. Привет, Денис, вам тоже. Роман, когда начнут выплачивать по долгам, по каким долгам, кто кому должен. Работает ли этот пункт, если младший пополняет карту, то дебет с фондом без очереди вывод. Так, я понятия не имею, как будет. Это все еще не принято, не начато. Это еще не работает, не запущено. Когда запустят, там увидят, так или не так. Я предполагаю, что это пункт будет. Тимофей, я по вам тоже. Виталик, когда выйдут новости по дебету, опять же вопрос не ко мне. Дмитрий Федоров, стабилизационный фонд сами дебеты перешли. Теперь счет с минусом такого не было. Что-то вы там сделали не так, очевидно. Напишите в поддержку, посмотрим. Так, был такой момент в самом начале, когда люди начали нажимать кнопки бездумно, не понимая, что дальше произойдет. Все эти ошибки, все эти переводы, резервирование все это в стабилизационный фонд скинули в ошибку. Если вас случайно в ошибку не скинули, напишите в поддержку. Только не самостоятельно, потому что у нас на почту запросы уже не принимаются. Пишите через старших партнеров, которые работают на стене поддержки. Вы или через наших сотрудников. Юрий Семенов, как быстро разблокирует карту, если ввел неправильный пен, это вы спрашиваете в поддержке карточного сайта. Я не знаю этих тонкостей, я ни разу не вводила пен неправильно больше одного раза. Не по одной карте. Как-то сразу дергаюсь и перестаю вводить. Лучше уж наличным заплатить, чем потом ввозить с этими пенами. С установлением карты, все такое прочее. Вот, я такая осторожная в этом плане. Ирина Цапкова говорит, резервирует дебет, так может уже скажет, на каких условиях происходит этот резерв, пока все как ввел не проводит. Тем более, что Стопфонд еще не работает. Ирина, вот для вас специально, для таких людей, как вы, вы поймите, в каком вы проекте находитесь. Изначально он такой. Еще раз говорю, ничего другого не было ни разу. Ни в месяце не было, чтобы было по-другому в ВТ. Что здесь, как делается, так уже и делается. И если появилась кнопка, надо ее нажать, а потом уже думать. Понимаете, в принципе, как только появится объяснение, для чего эта кнопка вообще существует. Но здесь так, если вас давным-давно этот проект не устраивает, так не надо здесь вообще находиться. Он еще в стадии формирования. Он скоро только будет доделан, тогда вы видите, какой он будет на самом деле. А все, что вы сейчас начинаете вот это вот бузить, опять начинаете задавать такие вот вечные ваши вопросы, опять начинаете лить на меня негатив, это все только потому, что вы не понимаете, где вы находитесь. Странно, что до сих пор, потому что уже давно все всем понятно, что проект все время в доработке. И он будет дорабатываться именно так, как он планировался, ровно столько, сколько это нужно. Давно следовало уже понять и, собственно говоря, действовать в соответствии с тем, что происходит. Быстро реагировать на изменения, быстро стараться как-то сообразить, что вам, собственно, нужно. Потому что нужно всем разное. Потому что есть люди, которые могут надолго вложить деньги и смотреть, что происходит, а есть люди, которым надо постоянно жить на эти деньги. То есть они положили немножко и преувеличили немножко свой доход, преумножили, сняли немножко. Вот вопрос на ответ Сергея Трейдера, управляющего. Если вот трансфер не хайп, то почему вы говорили снимать прибыль как можно быстрее? Во-первых, я никогда не говорила снимать прибыль как можно быстрее, а я говорила то, что я вот сейчас сказала. То есть вы должны сходить, как, ну, многих сложно назвать инвесторами, но будем все-таки так называть их. Как инвесторы вы должны сходить из собственной ситуации. То есть насколько вы можете инвестировать, сколько вы можете деньги здесь продержать. Понимать должны, что такое все-таки высокорисковый проект. Это совсем не значит, что любой высокорисковый проект – это хайп. То есть если вы получаете, тут два варианта было. Либо вы получаете очень много прибыли и рискуете, в том числе, когда вы получали деньги из работы, вы рисковали. Кто-то выводил, а кого-то блокировали навсегда. Тем не менее, это тоже была похожая история. И так же, как сейчас, вы можете вот этой вот всей, скажем так, слишком высокой прибыли вы можете не хотеть и не заниматься получением ее. Вы можете сейчас работать с карт, прибыль там пониже, но зато она всегда у вас на карте. Если вы хотите вот так же продолжать получать высокую прибыль, значит, надо хотя бы периодически понимать, что рано или поздно будут как-то регулироваться эти моменты. Понимаете? И когда они начинают регулироваться, тогда вы получаете какие-то неприятности, проблемы и отложенный вывод. Все очень просто. Если правильно понимаете. Еще один роман. Желаю еще одно сообщение саркастическое от романа. Желаю всем вам долгой жизни, вечной жизни на Земле, чтобы все, что вы сделали, преследовали вас каждый минут на протяжении всей жизни. Вы знаете, так и будет. Не только у нас, но еще и у вас. Чему я несказанно рада. Тайгер, выведите Максима Фомину, он же батюшка, грех не берите. Причем здесь он батюшка или не батюшка? Если он батюшку, зачем же он так грешит, в высокодоходный проект деньги вкладывает? Вы еще на саммит собираетесь на греховную, если он так считает, что ему деньги нарочно не выводится. Максиму Фомину деньги перевели на дебет. Выведет, если зарезервирует сейчас стабилизационный фонд, и выведет как-то еще позже. Давайте не будем уже всякие тут потусторонние вещи добавлять. Так, арбитраж один к трем останется. Все это все нормально получается. Все это вы неправильно понимаете пока. Такс, Вещеряков Сергей. Отчисления сердечек идут на дебет. Они сразу попадут в стаб фонд или опять на дебет. Можно пополнить дебет после резервирования в стабилизационный фонд. Если вы обычно кнопочку нажали, наверное, автоматом они не пойдут туда. Хотя вот эту я не знаю точно. Борис Крюков. Яна, получается, кто не заморозит дебет в этом подозрительном фонде, не смогут его вывести. Борис, вам-то что переживать? У вас нет дебета. А насчет того, что там будет после того, как заработает фонд, я вообще не знаю. Что будет, когда включат петупи, я тоже не знаю, потому что об этом никто не информирует. Евгений, есть вопрос по ботам. Они есть в кредитной системе. Каких ботов вы имеете в виду? У нас уже ботов несколько видов, понимаете, всяких разных. В том числе ботов в Телеграме. Боты, которых создают участники. Ну, всяких хватает ботов. Геннадий Круглов, переписывайтесь с теми, кто может вам дать ответ. Ну, пожалуйста. Никаких избранных нет. Вам не дают выводить, очевидно, по какой-то конкретной причине, очевидно, какие-то там, может быть, у вас есть нарушения. Я без понятия вообще. Я спрашивала несколько раз. Мне говорили, что с вами ведется работа. Я не могу ни опровергнуть этого, ни подтвердить. Поэтому со мной общаться бессмысленно по этому поводу. Других ответов, помимо тех, которые я получила, я не получу. Это уже очевидно. Пишите туда, куда пишете. Я знаю, что вы единственный такой человек, который испытывает какие-то ограничения по поводу вывода процентов от орбитажа. Я других не видела больше. Это тоже то, что я знаю. Больше ничего не имеет никакой информации. Руслан, зарезервированный дебет выведут все 100% или какую-то часть выведут все 100%. Это точно известно. Так, Александр, то, что выводится с дебета на карту, то и выводится. То, что не выводится, то не выводится. Тут все очень просто. Александр, могли бы вы я нагарантировать, что нас не обманут? Ну, я вам 100% говорю, что вас не обманут. Но смотря в чем вас не обманут. У вас же у всех разные ожидания. Это первый момент. Поэтому в каких-то ожиданиях вы уже обманулись. Вас обманули, а вы обманулись. В каких-то ожиданиях, собственно говоря, пока еще не обманулись. Но вполне можете обмануться в дальнейшем. Но в том, что вам говорят, что сделают все вот так, как сделают, так и будет сделано. Но в этом вас никто не обманет. Я вас не обманываю в том, что все будет сделано так, как планировалось изначально. А там уже смотрите сами. Ваши ожидания мне зачастую непонятны. Потому что пишут разные люди о том, что ожидали здесь как-то... Я не знаю, правда, мне удивляют эти вещи. Не буду сейчас говорить. Потому что, опять же, здесь я гору негатива вызову. Шквал, скажем так, да? Уже говорила об этом не раз. Ну и, ко всему прочему, Александр, наверняка я для вас никакой не гарант. Потому что гарантировать что-то можно чем? Может, собственными средствами. А у меня их нет. Я человек не богатый. Островов у меня никаких нет. Продать мне нечего, чтобы вам деньги выплатить. Поэтому какой я для вас гарант? Ну, то, что я могу отвечать за то, что не говорю вам ни слова, ни правды. За это я могу отвечать. Но, опять же, верить вы мне, не верить, это тоже ваше дело. Так, Вадим. Если денег не резервировать, можно его будет вывезти или нет? Я пока не знаю. Такой информации у меня нет. Савелий. Хватит разводить людей, где наши деньги? Вопрос, по-моему, вообще не в этот проект. По-моему, ошиблись проекты немножко, Савелий. Так, Стабфонд. Вместе со свободными средствами в кошельке ушли собственные средства, которые стояли на вывод на карту. Они находились в статусе в процессе. Но, очевидно, что заявку отменили, раз уже ушли туда. Потому что частично в стабилизационный фонд нельзя деньги отправить. Только все вместе. Если вы вообще, в принципе, хотели перевести деньги в стабилизационный фонд, то туда должны были бы перевести все деньги со счета дебет. Если вы вообще не хотели переводить, не надо было кнопку нажимать. Геннадий, арбитраж на час как работает? Это самая очень простая работа с этим арбитражом на час. Выбираете сумму, нажимаете кнопку «Запустить». Как только вам захочется снять деньги, нажимаете кнопку «Остановить». Все, больше никак не надо работать. Есть свободные средства. Выдали их на то время, на которое у вас есть. На час, на два, на три, на день, на два дня. То есть это не зависит уже от срока выдачи займа. То есть вы получите их тогда, когда нажмете кнопку «Остановить». Господи, опять Татьяна Кузнецова. Извините за заданный вопрос. Почему не выходят новости с нашим спикером Анной Профит? На Ютубе она уже рекламирует и продвигает проект «Колис ТВ». С уважением, Татьяна. Ну, во-первых, что такое проект «Колис ТВ»? «Колис ТВ» – это их съемочный проект, 100-летний уже. Они работают над этим проектом уже много лет. Он украинский проект, Хайковский. Они там, телевизионная компания. Соответственно, она его рекламирует и продвигает, потому что она в этой компании работает. С какой стати Анна Профит какой-то спикер? Анна Профит диктор вот этой телевизионной группы? Все они участники проекта «Эк-трансфер» в главе с Александром Колесниченко. Почему они не выпускают новости, я не знаю. Это их право. Хотят – выпускают, хотят – нет. Поэтому захотят – опять будут выпускать. Не захотят – не будут выпускать. Я без понятий вообще. Новости эти, как правило, повторяют наши новости в блоге, поэтому, собственно, как новости, они меня никогда особо не интересовали. Мне больше нравились их уроки по работе в проекте. Но сейчас, конечно, все меняется очень быстро. И насчет уроков я тоже не стала бы настаивать, потому что они очень быстро устаревают. Вот поэтому уже Двиломы захотят, они снова проводить эти новости или не захотят. Посмотрим. Ну-ка я еще раз говорю, не официальные новости проекта, это новости вот наших патронов. Так, Ирина Зарбалиева резервирует дебет. Обязательно, чтобы вывести понятия, не имею на самом деле точно, но я предполагаю, что лучше бы его зарезервировать. Так, Ален, по тикету разберемся. Вообще все тикеты, которые долго не разбираются, значит, они давно уже переданы в IT-отдел, по этим тикетам прошу не делать следующего. Не пишите на них ответы, когда решится мой вопрос. Уже неоднократно я отправляла, переотправляла, я лично просто прослежу за этим. Вы выбрасываете тикеты из той папки, в которой видны IT-шники, тем, что вы отвечаете на них. Вот когда они у вас на удержании, вообще их не трогайте. Чем меньше будете их трогать, тем быстрее они решатся. Даже если они долго не решаются, они рано или поздно будут решены. Но если вы будете их заново открывать, значит, каждый раз вы попадаете в конец очереди, IT-шники их не видят, и лежат они там до тех пор, пока их не вижу я, и обратно не отправлю. А я это делаю раз в неделю. Поэтому имейте в виду, что лучше не трогать тикеты, которые уже в IT-отделе. Просто буквально вчера попалась женщина, которая раз в 10 уже свой тикет снимала с очереди. Сама, своими руками. Я не терпелась, она каждый день писала. Дмитрий Федоров, можно ли поменять пин на визу? Блэк, нет вопрос, на карточный сайт обращайте. Адресуйте, я не знаю, потому что вопрос обслуживания как, я вообще не понимаю ничего. Владимир Артемов не работает в соцсети. Нет, она работает, просто у нее не зайти так, как заходили раньше по ряду причин, причин технические. Ну, зайти можно через, во-первых, панельку чата. Многие уже знают и заходят. А там, где кнопочка помощь, оттуда вы заходите в соцсеть, ну и, соответственно, там уже дальше сами по себе, как хотите, так и работаете. Вот мой второй момент, это нажать на аватарку, у себя в личном кабинете, тоже перейдете в соцсеть. Сергей Мацоко про безопасность. А что про безопасность? Пусть безопасность, все как раньше. Следите за своими аккаунтами, меняйте вовремя пароли у себя на сайтах, настройте везде, где только можно, в соцсетях, где угодно, двухэтапную авторизацию. Вот, используйте у нас приложение лучше всего, таблицу кодов. Ну, собственно говоря, без способов безопасности вы у нас ничего не сделаете, поэтому даже принудительные такие способы. Руслан Яна, хватит врать всем, будьте честными. Ну, честнее, чем я, вообще трудно найти человека вот среди нас здесь всех собравшихся. Потому что уж я-то честная перед собой и перед вами. А уж, как вы будете думать обо мне, это ваше личное дело. Елистратова Ельяновна, я могу расторгнуть договорство о трансферном и вывести деньги. Можете вывести деньги, а потом расторгнуть договорство о трансферном. У нас вот так вот все. Руслан Гамедов, до августа получит дебет. Многие получат дебет гораздо раньше, как только заработает стаб-фонд. Дебет где-то через какое-то время начнет выводиться. А насколько рано кто и по очереди, по вашей получит, вы же сами будете следить. Так, кто будет президентом с тобой зонного фонда, откуда я знаю? Елена, вы говорите, что вывод есть, возможно, для всех. Неужели это такой секрет, что вы конкретно не можете назвать, что за вывод такой мистический? Да просто я не знаю, Елена, я не интересуюсь этим, какая мне разница. Там, где он есть, человек нажимает эту, выбирает эту, вывести туда-то, туда-то, выбирает сумму, нажимает кнопочку, кнопочка работает. Все, на этом моя работа кончается. Там, где этого нет, я знаю, что это не ошибка, просто не у всех, не для всех этот вывод включен. Ну, предположительно, это деньги, которые введены прямым пополнением, так могу сказать. Но это я не знаю точно, потому что некоторые выводят не только прямым пополнением. Почему так, я не знаю понятия. Я знаю, что это никаким образом не регулируется через каких-то людей. И это происходит автоматом. Почему не у всех происходит, тоже не знаю. У кого, допустим, такая же ситуация, да, как я сказала, например. По той же, наверное, причине, по какой не у всех появлялась кнопка для перевода на дебет, по которой не у всех появлялась кнопка и не сразу для перевода на оставку собственных средств с USD1 над сердечкой. Я думаю, что это по причине того, что наши программисты, может быть, что-то недоработали, а может быть, что-то переработали. То есть разбираться нужно в каждом конкретном случае, но не думаю, что есть смысл. Так, Ирина Цапова говорит, выводите свои на карту. Свои, что, смотря, подразумеваете по своему. Как Юрий Баковский. Где скачать? Будет его скачивать? Не надо. Вот я его имя написала, да. Его надо взять, скопировать и в Телеграме, в поиске вставить это имя. Нажать на него, когда он появится в поиске. И вот вы уже к нему зайдете, там уже начнете с ним работать. Скачивать ничего не надо. Александр Любимов. Почему в чате Шабанов блокируют за правду? Для чего тогда чат, если задаешь вопрос, и тебя блокируют? Смотрите, Александр. Чат общий – это немножко не трибуна для высказывания мнений по поводу проекта. Это было изначально определено, изначально сказано, что правда у каждого человека по поводу этого проекта своя. Кто-то считает правдой, что проект великолепный, кто-то считает правдой, что проект вообще жульнический, кто-то считает правдой, что нас всех поубивать давно пора, как я вот тут уже считала. Поэтому не всякую правду мы в проекте будем допускать. Правильно? Этот чат считают вообще все люди в проекте, могут прочитать, по крайней мере. То есть новичок зашел сюда, почитал вашу правду. Человек, который начал сомневаться, зашел туда, прочитал вашу правду. Для чего? Кому это все нужно? Поэтому там, конечно, не все высказывания допустимы, из-за каких-то высказываний будут вас блокировать, даже если вы не материтесь, не ругаетесь, не что-то там еще другое делаете, не экламируете что-то там подозрительное, не мошенничаете в чате. Даже если вы просто иногда высказываете в день, вас могут заблокировать. Почему? Знают все владельцы любых ресурсов, почему блокируют иногда посетители, которые пишут не то, что нужно писать. Ну, как, к примеру, в любом интернет-магазине блокируют людей, которые пишут, да вы что, в этом магазине дерьмо вам будете покупать эти шмотки китайские, обязательно заблокируют. Никто не будет это читать, смотреть, наблюдать долго. Потому что, как правило, не соответствует истине, такое высказывание, личное мнение человека, и правдой никакой на самом деле не является. Так же и у нас. Почему именно Шабанов блокируют? Не только он блокирует, там много модераторов у нас еще добавится. Ну, модератор обладает определенной самостоятельностью, за что он хочет блокировать, за то он и блокирует. Если хотите, напишите жалобу с примерами. Вы сказали, что Шабанов, вы, например, не такой-то хороший человек, а он вас за это заблокировал. Это, конечно, тоже повод для блокировки, чтобы не выясняли в чате особые отношения. Какие-то свои личные. В общем, с модераторами чата понятно, претензий к ним никаких в этом плане не предъявляйте. Не говорите такой правды, за которую блокируют, и вас никто блокировать не будет. Я вам больше скажу, иногда я захожу в чат, я тихоря блокирую людей, которые просто-напросто несут ахимию. Так что имейте в виду. Вообще в чате в этом, в этот чат ходить толку особого нет у людей, потому что там появляются нормальные конструктивные разговоры, только тогда, когда туда я захожу. Почему-то выходят нормальные люди, начинают разговаривать, кому-то помогать, кому-то что-то отвечать. Как правило, там какой-то бред, кто-то с кем-то знакомится, кто-то ругается, кто-то еще что-то. Очевидно, до тех пор, пока не будет работать проект так, как люди будут устраивать всех, такой будет этот чат. Пусть блокируют там кого хотят, но все равно. Так, Сергей, QR-код потерял с телефона, а как его вернуть обратно? Это вы обратитесь на страницу поддержки, там вам максимально эффективно помогут. На самом деле там все просто, надо удалить приложение у себя с телефона или заново, или удалить аккаунт приложения с телефона. Переключить безопасность на таблицу кодов, если у вас есть доступ к вашей сим-карте. И потом обратно переключить на приложение. Снова появится QR-код. Сергей, почему не получается продать сертификат? Пишет постоянно неверный код, но значит код неверный. Опять же, на страницу поддержки, там несколько вариантов есть. Евгений Большой, почему те вопросы, которые нас волнуют, это не главное, потому что, наверное, это не моя зона ответственности. У нас есть люди, которые проект создают, это, видимо, к ним вопросы. Но поскольку вы до них достучаться не можете, я на них тоже не могу ответить. У меня нет такой информации. Все очень просто. Амарбек Вайжан, можно ли резервировать половину дельта? Нет, нельзя. Игорь Коршун, к Дню Победы готовится что-то. Ну поймите, Игорь, у нас как бы проект глобальный. Кому-то День Победы, а кому-то День Победы, поэтому, а кому-то вообще все равно. Поэтому я не знаю, будет ли что-то День Победы именно для россиян. А что делать? Пилотки в магазинах продавать? Время Великой Отечественной. Алекс, мой тикет такой-то больше не с операционным. Хотелось бы узнать, заниматься ли им вообще. Да там заниматься-то нечего. Там надо просто-напросто им сделать, да зачислить, допустим, да, если у вас там не зачислилось что-то. Ну, очевидно, какие-то есть моменты, там может быть где-то что-то не нашли или что-то, просто руки не доходят у них. Периодически они зачисляют по многу, поэтому давайте дожидаться, пока они вам зачислят. В смысле занимаются, запрос туда передан, он у них на контроле, а уже когда они сделают, это уже от нас вообще никак не зависит, от них зависит. Еще один Евгений, все окей, ВТ лучше, я тоже так считаю, давайте дожидаться, пока сделать нам все, что как хотели сделать. Вот в Телеграме у нас есть теперь, правда он пока такой еще, только для начала попробовать поработать с ним. Вот, тем не менее, он полнофункциональный, достаточно. Найдите в Телеграме поиском, зайдите к нему, и там инструкции, в принципе, инструкции там, как обычно, там есть кнопочки, по ним все понятно, что делается, кнопочки под строкой ввода. Если кнопочек под строкой ввода не видно, например, в веб-версии, там есть такая менюшечка в уголочке, там же где смайлики, да, такой квадратик, и в нем 4 квадратика. На него нажимаете, появляется менюшка под строкой ввода. Там выбираете нужный пункт, и делаете то, что вам надо. Читаете, или там создается вопрос. Слав Ермоненко, опять вопрос от Хайпера. Веб-трансфер когда-нибудь начнет выплачивать, или как всегда, или люди опять виноваты. Люди ведут так, ведет себя ВТ по отношению к людям, и так понятно. ВТ уже в списке нежелательных для инвесторов. Вы не инвестируете никто. Вот такие, как Владислав, вообще не заходите сюда вообще. Вам не надо сюда просто, понимаете? Вы не те инвесторы, не те люди, которые хотят работать в нормальном проекте. Вам нужен проект, который вам будет, с вас будет брать деньги, и вам будет выплачивать. Вот это не такой проект, это проект, в котором вы сами должны работать, сами должны зарабатывать нормальные деньги, и сами себе эти деньги снимать в банкомате. Вот такой проект. А это уже не ко мне вопрос тоже. Борис Крюков, у меня уже есть дебет, но по вашему совету я его приобрела на П2П, теперь думаю, что с ним делать. Во-первых, я вам не советую приобретать дебет на П2П, не придумывать. По крайней мере, я ничего такого не помню, или вы меня неправильно поняли. Я вам, Борис, вообще не советую работать с проектом П2П, на самом деле, потому что у вас тут другие цели какие-то. Вот еще видно, что ваш проект, это что-то типа гайдпарка, я не знаю, как он сейчас там называется, был такой проект, в котором каждый мог высказывать свое мнение, ругаться, писать статьи, вот для вас такое что-то. Как Александр Сабатюк, когда все деньги перечислился в стаб-фонд, что произойдет, если начислятся партнерские средства, они автоматно попадают в стаб-фонд, и планируются на карту ДТ-визы давать арбитраж. Трудно сказать, возможно, не будет арбитраж на визе, может, не будет, не знаю. Там я же уже говорила, что надо механизм продумать, чтобы арбитраж не владелся, ведь арбитраж не должен быть вводным. Вот, если придумать, продумать, значит, он может тоже будет. Насчет того, куда попадают деньги при стаб-фонд, я вообще ничего не знаю. По крайней мере, когда, из чего можно исходить, когда, допустим, корректировки какие-то бывают по аккаунтам и возвращая все дебиты, который не был возвращен до этого, то он не попадает автоматом в стаб-фонд. Он числяется на счет, и там лежит. Так что не знаю, как на самом деле должно быть, и долго ли лежит он там на этом дебите. Я посмотрю по конкретному результату. Андрей Замарайк, на P2P-бирже выставлены заявки, сейчас проход техработ, а где деньги по этим заявкам? По-моему, было сказано, что эти заявки какомулированы. Они у вас в аккаунте, эти деньги? Если ваши заявки не отсведены, если ваши заявки не были переведены вашему контрагенту, ваши деньги в аккаунте. Удалите заявки, они у вас высвободятся. Ирина Агибалова, согласно вашей же информации, у ВТ денег достаточно и ждите, все будет только еще лучше. Как же сейчас, да все точно так же. У ВТ денег достаточно, ждите, все будет только еще лучше. Все точно так же. Так, ну это не считаю даже, начинаются уже глупости. Мещеряков Сергей, можно ли несколько раз резервировать дебет в стабилизационный фонд или это можно сделать только один раз? Вот это я не знаю, потому что он не начал еще работу. Я так предполагаю, что, наверное, когда-то им нужно будет. Вот такое предположение. А может быть и нельзя будет. Не знаю, как там будет работать. Я же говорю, вы же будете это все контролировать, каким-то образом продумывать политику. Понятное дело, что ВТ будет, может быть, где-то что-то направлять и, может быть, не разрешать какие-то действия делать. Может быть, опять же, не знаю, как это все будет построено. Поэтому опять же не ждем. Сергей, страница поддержки доступна. Надо нажать в панельке чата кнопочку с вопросиком. Код верно, уже 10 раз пробовал. Попробуйте еще перезагрузить страницу, перезагрузить телефон. Вот это все попробуйте сделать, а потом и страницу поддержки. Доступен. Про какой бот в Телеграме вы говорите, для чего он? Там можно запрос отправить. Если у вас нет старшего партнера или ваш старший партнер вам не помогает, или что-то такое в этом роде, вы отправляете боту запрос, и он передает его кому нужно. Не слово надо вписать, надо его именно писать, найти его и с ним поработать. Если будет непонятно, спросите на странице поддержки, как им пользоваться. Куда переведут прибыли стоп-фонта? Туда, куда вы указали. Туда же, куда и ваши основные средства. Так, не вижу адрес бота в Телеграме. Ваши проблемы. В конце концов, люди, вы взрослые все. Я скидываю в чат третий раз. Не видите? Откройте глаза, пока пошире. Может быть, увидите. Правда, такие вопросы не вижу адрес бота в Телеграме. Родион из города Салавата. Что мы имеем в итоге? В итоге пропрос Шаверин, потом Колесниченко, затем Анна Прозит. Исчез прямой вывод. Закрыта P2P-биржа. Создано СЭФ с непонятными правилами и условиями. Зато в личном кабинете куча валют. Вот при чем здесь Шаверин, Колесниченко и Анна Прозит. С какой стати они пропали? Все три человека работают в проекте. Вы говорите хотя бы информацию проверенную и достоверную. Вы на меня все время, мне все время рассказывают, что я вам вру. Что такое закрыта P2P-биржа? P2P-биржа не закрыта. Она, скажем так, приостановлена на время технических работ. Опять врете. Пропал Шаверин. Шаверин не пропал. Вранье. Потом Колесниченко. Опять же, никуда не пропал Колесниченко. Опять вранье. Затем Анна Профит. Куда пропала Анна Профит? Совершенно непонятно. Вранье. Сами же пишут, рекламируют Колес ТВ. И все три человека работают в проекте. Создан СЭФ с непонятными правилами и условиями. Ну, тут правда, но дело в том, что правила и условия кому-то понятны, кому-то непонятны. Поэтому тут уже спорный вопрос. Зато в личном кабинете куча валют. Ну и что? Вот что вы хотели вот этим сказать, Ордеон? Для чего писали? Непонятно. Ирина, Колесниченко скидывает регистрационные ссылки в другой проект, являетесь президентом ВТ. Крайне странно. А что ему, как президенту ВТ, запрещено какие-то ссылки скидывать? Я вообще не уверена, что это он скидывает какие-то ссылки. Потому что вам только напиши в чате Колесниченко, как вы тут же уже думаете, что это Колесниченко и есть. Первый момент. Если он скидывает какие-то свои реферальные ссылки в другой проект, он имеет полное на это право, потому что у нас никакие другие проекты вообще не запрещены. Вы сами скидываете, спамите в соцсети. Пока людям не надоедите, так и спамите. Поэтому кто угодно может скидывать что угодно. Это свободный совершенно проект. Не запрещено. Хочет скидывает. Что тут странное. Но я не думаю, что это он вообще скидывает. Потому что я не знаю, зачем ему это надо. Костя Кач. Почему программист не сделал P2P-биржу в виде стакана сделок, как это сделано на фондовой бирже? Не знаю почему. Немного другие принципы там, немного другие планы насчет P2P-биржи. Олег. Обращался в поддержку, проверяют. Но говорят, что все правильно. А как правильно? Если делал 1800, получил 1655, не вернул в слое, не говоря о привиле. Но такое вообще в принципе может быть. Я-то перепроверю. Не сложно. Но дело в том, Олег, что когда вы выдаёте займы, вы можете неправильно их выдавать на самом деле. И оказаться и без прибыли. И даже захватить и свои. Поэтому так вот однозначно сказать нельзя, что такого не может быть. Посмотрю. Если что, скажу пересмотреть. Ребятам переответить. Но вообще у нас ребята очень грамотные. Если они написали, что у вас там все правильно, значит, оно так и есть все правильно. То, что вы где-то чего-то не досчитались, я скажу просто, чтобы вы объяснили подробнее. Такое бывает. Участники ошибаются. Так, Вера, через обменник, вот считаю запрос, пополнение от 2 сентября 2015 года на сумму 360 долларов попали у нас на счёт КРЭЦ. Деньги пополнял с кредитной карты Тинькофф через обменник КРЭЦ с Ченч Орг. В связи с этим не получаю займы, не могу вывести средства и погасить кредит. Вот смотрите, Вера, вы могли прекрасно, не зная, не понимая сути работы в проекте купить в обменнике именно КРЭЦ. Это всё можно проверить. Если вам вот такое написали, значит так оно и есть. Потому что видно, какие средства перевёл вам обменник. Если вам обменник такие средства перевёл, мы тут сделать ничего не можем, это вы должны были смотреть, что именно вам перевёл обменник. И тут же им в поддержку написать. Сейчас, поскольку уже дело было в сентябре, вряд ли есть смысл вообще что-то там искать. Это не наша вина, это в принципе вина обменника и в том числе ваш недосмотр. Потому что обменники могут обманывать, по крайней мере, раньше точно могли обмануться. общеизвестной историей. Елена Рилова, скажите, пожалуйста, как планировался проект изначально, чего ждать ранее об этом не слышала. Собственно говоря, изначально планировалось то, что я говорила уже, то есть скажу. То есть это планировалось так, что вы будете, не будете никаких денег сюда вводить. То есть вам не надо будет вводить, вы не избавлены будете от необходимости непременно ввести деньги, чтобы начать здесь зарабатывать. То есть вы сможете зарабатывать и сейчас уже можете со своих счетов, карт. Вот поэтому, собственно говоря, сама проблема какого-то вывода отсюда, она отпадает. Но это полдела, потому что гораздо больше здесь будет сделано и в смысле выдачи кредитов, в смысле самостоятельности каждого участника в рамках кредитной сети, и в смысле удобств для кредиторов и заемщиков. То есть это все будет сделано довольно-таки скоро, я думаю. И главный смысл в том, что вы от проекта не будете никак зависеть. Все, что вы будете здесь делать, будет ваш собственный полностью бизнес, просто с использованием наших инструментов. Вот так он был задуман, вот таким он будет скоро. И уже мы не будем попадать на ваши вот эти вот разводы в смысле там ботов, там этих самых завышенных прибыли, которые вы там себе придумываете. Разных схем. С этим вы сами будете разбираться. Вот будет, как он и планировался, совершенно уникальный проект, на что он не похожий. Будет много, очень чего интересного, поэтому все продолжаем ждать. И не надо мне постоянно пенять на то, что я вам говорю, что это все будет, а это ничего нет, потому что это все еще все в разработке. Потому что 100% это будет. Так, Артем Мироненко. Как лучше поклонить карту Black? Ну, на карточном сайте поклонки лучше, или у нас на сайте все равно. Без разницы как. Обычно пополняется оно быстро и хорошо. Если случаются какие-то задержки, то тогда надо писать поддержку их сайта или нашего сайта, смотреть, где его пополнены. Так, Александр Новиков рассмотрят. Вот зря не указали этот номер тикета, потому что недавно подобный вопрос разрешили. Перевели на дебет эти средства. Похожий вопрос был. Тоже на сердечный поправлен. Вот. Ну, я вам сейчас, наверное, даже скину картинку этого года. Сейчас я по-другому немножко зайду только. Имали Базаев. А как нам все хотели сделать? Ну, видимо, вопрос по тому же поводу, по которому задавался чуть пораньше. Смотрите, Химали, это не только вам. Это, собственно говоря, вообще людям. Почему обязательно вам вот конкретно? Вы зашли в проекте, теперь это только вам, что ли? Это вообще проект глобальный для людей во всем мире. Поэтому работать он будет для всех. Сделаем его, как вы и просили, более простым, потому что сейчас у нас счет очень... Кредитный проект, кредитный сайт, он очень сложный. Там действительно запутаешься. Как что выдавать, как что делать, люди заходят, теряются. Обязательно без помощи старших партнеров там и сделать-то ничего. Ничего не поймешь, как делать. Поэтому будут делать проще. Вообще это все уже скоро. Так что давайте уже дождемся, долго ждем, долго ругаемся. Я думаю, скоро ругаться перестанем. Никак не пойму, зачем сюда ходят люди, которые задают вот эти вот всякие вопросы. Как Валерия Янова. Да, вот такие люди зачем ходят. Так, вопрос нормальный от Лены Майорова. Если я пополню виртуальную карту, я смогу потом на ПЭРе еще куда-нибудь. Да, это выводится с виртуальной карты. Ну, лучше всего, конечно, пластиковую. Тогда и выводить никуда не придется. Александр Новиков, попробуйте в бот отправить запрос. Мне проще будет найти потом. Номер запроса вы мне не скинули. Кстати, еще такой момент. Так, есть чат поддержки у меня для взаимодействия со старшими партнерами. Значит, поскольку люди ведут себя иногда неадекватно в этом чате, не понимают, для чего он создан. Вот, очень жестко я там пресекаю всякие попытки уйти туда. В общем, там практически так шаг влево, шаг вправо прострел, то есть выгон из чата. Вплоть до того дошло, что я уже сейчас меняю ссылки после каждого захода, поэтому люди, которые хотят попасть в этот чат, хотят помогать чужим младшим партнерам, пожалуйста, просите ссылки по рекомендации у каких-то старших партнеров, которые работают на стене поддержки, потому что без этого я ссылку уже давать не буду. То есть, а хоть кто попал, пишут, что попало, отвлекают от работы. Чат создан для конкретных уцелитарных целей вполне себе. Поэтому, кто хочет помогать, пожалуйста, приходите. Кто не хочет помогать, пожалуйста, не приходите. Почему-то люди не могут просто читать, обязательно свои мнения, надо сказать. Так, по карте Игорь Коноваленко зря отправили. Неактивная карта – это запрос на карточный сайт. К нам напишите такие, у них же своя поддержка, у них бота нету пока. Так, все, поняла. Люди как-то более-менее научились создавать запросы, но Игорь Коноваленко запрос не к нам. Вас перенаправят туда, куда нужно, соответственно. В общем, примерно понятно, да, как с ботом работать. Кто понял, объясняйте своим младшим партнерам. Кстати, вы сами можете создавать для своих младших ботов в Телеграме. Очень хорошая штука, на самом деле. Вы сразу же получаете сообщение о том, что вам человек в Телеграме отправил запрос. Если вы вообще пользуетесь Телеграмом для общения с вашими партнерами, это очень удобно. Вот вы тут же можете ему написать в его же Телеграм. И с ним решить все эти вопросы. Ну, все. По-моему, все, да. Больше вопросов нет. Все посмотрели. Все, какие могу, ответила. Всем, какие нет информации от футболила, потому что реально люди, нет информации, что я могу сделать. Не говорите мне, что я вам где-то дру. Ни разу я вам не соврала. В мыслях никогда не было. Сейчас не реагирую даже на такие моменты. А раньше было обидно, потому что делаешь, делаешь, делаешь все это всего. Тут получаешь вот такие глупости. Вот, давайте будем друг к другу относиться все-таки с большим уважением. Ну, по крайней мере, я не ВТ, да. Я никому из вас особо не хамлю, не грублю. Денег ваших не брала. Никаких никогда на свой счет ни на какой не переводила. Вот, если я буду это делать, вот тогда вы ко мне будете претензии предъявлять. Что лично? Почему ко мне это вопросы такие? Ко мне вопрос по поддержке. Долго не решается что-то. Это моя ответственность. И постараюсь побыстрее, если можно. Ну, то у нас так поддержка построена, что пока что не всегда не на все вопросы я могу ускорить что-то. Ну, плюс к тому, что у нас еще и поддержка разная на разных сайтах. Поэтому тоже внимательно разбирайте, куда вам надо написать. Потому что писать нам про то, что карта Black не активируется, это бессмысленно. Мы не активируем карты. Все вопросы по обращению с картами это на сайт вот трассеркарт.ком. Все вопросы по P2P это в поддержку P2P. Нам только вопросы по кредитному сайту. А пока что так. Ну, собственно, все. Больше особо сказать нечего. Да и у вас, я смотрю, больше вопросов. У нас все истощились, все одно и то же. Интересно, конечно, тут история про ссылки, которые скидывает Калисниченко. А он где скидывает? В соцсети, интересно. Я бы посмотрела, на что он там скидывает. В любом случае, человек он свободный, может делать все, что угодно. И на любые проекты скидывается ссылки. Я могу скидывать. Потому что у меня уход, я в других проектах не участвую. Никто не запрещает. Еще в этом плохом. Вы хотите участвовать еще и в других проектах. Вот никогда мы не баним за другие проекты в проекте, за то, что вы рекламируете другие проекты. А в проекте мы никогда не блокируем. Ради бога, делайте это. Пока вам самим пользователям не надоест в соцсети, а человек так и рассылает этот спам. Сейчас сделали, что по жалобам он ограничивается. Ну, как в принципе, да, рекламируют другие проекты. У нас не запрещено делать, что хотите. Считайте какой-то проект хорошим, пожалуйста. Есть люди изначально, хайперы, которые бегают по всем проектам, которые только открываются. Надеюсь, там успеть что-то срубить быстро. Так же, как и здесь пытались быстро. Не всегда это получалось у людей. Потому что не такой проект совсем. Ладно. До следующего вторника всем жду вас на вебинаре. То же самое вместе с вами жду новостей по поводу новшеств в проекте. Не по поводу каких-то там выводов, вводов и всего прочего. По поводу движения вперед в нашем проекте. Это мне очень интересно. Все остальное, как идет, так идет. В любом случае, никто никого не обманывает. Вот это могу гарантировать. Понимаете? То, что здесь никто никого не обманывает, и вас никто не обманывает. Никого. Кроме того, как вы сами себя иногда обманываете. Ваши ожидания. Предъявляете ожидания, которые, в принципе, тут изначально не было заложено даже. Вы хотите отсюда получить то, что здесь изначально не было заложено. В этом плане вы сами себя обманываете. Что касается руководства проекта, организаторов проекта, тех, кто этот проект делает, ну и в том числе и что касается меня, хотя я этот проект не делаю, никто из нас вас не обманывал ни разу. Спасибо большое. До следующего. Пока.